В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Подмосковье стартовала акция «Наш лес, посади свое дерево». Деревья – это же легкие нашего города, чтобы наши дети и мы сами дышали свежим воздухом, задерживалась пыль. Это очень важно. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин посетил бизнес-парк «Ленинский». Позиция руководства нашего городского округа – это обеспечить бизнесу достаточно комфортно и удобно и в рамках законодательства рабочее пространство. На станции Расторгуева провели профилактическую акцию с целью снижения детского травматизма на железной дороге. Можно упасть на железную дорогу. Да, нельзя подходить в желтую. Можно на ней стоять, но за ней нельзя заступать. В Подмосковье стартовала акция «Наш лес, посади свое дерево». В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки она проходит в ограниченном масштабе. Однако это не скажется на количестве высаженных деревьев и кустарников. В Ленинском городском округе работают 27 площадок. На одну из них побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлия Погасьян. Это утро жители города Видное начали с общественно полезного занятия. Они вышли в свои дворы, чтобы посадить новые деревья и кустарники. Акция «Наш лес» в Московской области проходит уже в шестой раз. В этом году на территории Ленинского городского округа предстоит высадить 3000 саженцев. Дерево всегда новое нужно. Что-то новое обновляется. Где-то кустики погибли, посадим новые. Все-таки красотаж. В этом году акция «Наш лес» проходит на 27 площадках Ленинского городского округа. 9 основных. Одна из них вокруг игровой зоны на проспекте Ленинского комсомола. 5. Здесь высадили 19 деревьев и кустарников. Эта территория достаточно зеленая. Мы не первый год занимаемся посадкой деревьев и кустов на этой территории. И здесь люди, которые только въезжали, тогда еще новые абсолютно дома 30 лет назад, тоже позаботились об этом и посадили достаточно много деревьев. А мы просто продолжаем традицию. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации акцию «Наш лес» было рекомендовано проводить менее масштабно, чем обычно. На каждой площадке в ней смогли принять участие не более 10 человек. Но это не помешало видновчанам справиться с задачей на отлично. Были высажены саженцы березы, сирени, яблони, кусты барбариса и калины. Деревья – это же легкие нашего города, чтобы наши дети, и мы сами дышали свежим воздухом, задерживалась пыль. Это очень важно. И дальше она будет продолжать, эта акция. И старый млад. В процессе высадки деревьев и кустарников приняли участие даже ветераны Великой Отечественной войны. Акция «Наш лес – посади свое дерево» в Ленинском городском округе продлится три дня – с 16 по 18 сентября. После этого, по традиции, за саженцами будут тщательно следить, чтобы они прижились и радовали горожан. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин посетил бизнес-парк «Ленинский», расположенный на территории муниципалитета. В ходе рабочего визита Альберт Гравин пообщался с руководством предприятия и ознакомился с производственными помещениями холдинга. Инновационный бизнес-парк «Ленинский» площадью около 13 гектаров расположен на территории промзоны муниципалитета. Комплекс отличает выгодное расположение к транспортным магистралям и крупным населенным пунктам. Здесь находятся производственные помещения международной компании HB Group. В настоящий момент используются два складских комплекса, на которых трудится более 200 человек. Половина из них – жители Ленинского городского округа. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин с рабочим визитом посетил бизнес-парк «Ленинский». После пандемии, наоборот, лучше, с детства комфортно для бизнеса. Потому что в городе основные люди как больше, ну, ограничения больше, а в завтра больше люди чувствуют работать и более комфортно. Хорошо прошли. Руководство предприятия организовало небольшую экскурсию по производственным помещениям комплекса. В активе холдинга, многолетний опыт производства и организации крупных оптовых поставок, продуктов питания, мягкой игрушки, большого ассортимента бытового и промышленного оборудования. Область развивается и требует привлечения. А привлечение каким образом? Только честным, взаимопониманием с бизнесом, социальным условием. Это вот такой принцип, и мы его в нашем ленинском городском оборудовании строго придерживаемся, хотим развивать. За 20-летний период своей деятельности фирма зарекомендовала себя как серьезный бизнес-партнер в различных областях экономики. Это позволило компании наладить обширные торгово-экономические связи на российском, а также на китайском рынке и занять там прочное место. «Бизнес-парк Ленинский достаточно известный и в России, и в Китае уже. Поэтому по Китаю мы тоже достаточно с разными провинциями, регионами работаем. И здесь мы будем дальше и привлечь российские партнеры». В настоящее время компания развивается. Как рассказал Альберт Гравин, уже подана заявка и разработан проект на увеличение производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест. «Позиция руководства нашего городского округа – это обеспечить бизнесу достаточно комфортный, удобный в рамках законодательства рабочее пространство, условия для труда, для того, чтобы мы могли динамично развиваться. Безусловно, это пополнение нашего бюджета, который около 80% израсходуется исключительно на социальные нужды». Это было первое знакомство администрации муниципалитета с руководством HB Group. По поручению главы Ленинского городского округа в течение двух недель будет организована еще встреча, на которой обсудят дальнейшие вопросы сотрудничества. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. У нас в гостях заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. Сегодня мы поговорим о нововведениях в налоговом законодательстве. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. И первый вопрос. Какие существенные изменения в системе налогообложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут с 1 января 2021 года? Одно из существенных изменений, которое нас всех ожидает, это отмена единого налога на обмененный доход, или как он еще называется, ЕНВД. Он коснется достаточно большого количества предпринимателей у нас в районе, так как у нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 450 юридических лиц и более полутора тысяч индивидуальных предпринимателей, которые применяют эту систему налогообложения. С 1 января 2021 года данная система налогообложения больше действовать не будет. Какие последствия юридические, правовые будут для налогоплательщиков? В первую очередь, если налогоплательщик не подаст заявление о переходе на иную систему налогообложения, то автоматически к нему он будет считаться применяющим основную систему налогообложения с уплатой НДС и иными налогами, которые в данной системе налогообложения обязательны. Но так как у нас есть еще различные особые режимы налогообложения, то можно написать заявление и перейти на иные системы налогообложения. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей это может быть упрощенная система налогообложения. Ее параметры данной системы критические, это с 2021 года максимальный порог 150 миллионов, и при превышении порога 150 миллионов дохода за год до 200, там некоторое повышение налоговой ставки следует. И другой параметр это количество занятых сотрудников, то есть до переходного периода это 100 человек, а переходный период с повышенной ставкой налогообложения это от 100 до 130. При превышении этих максимальных порогов, то есть по доходу 200 миллионов, и по численности сотрудников 130 человек, данный налогоплательщик переходит автоматически на общую систему налогообложения. Второй режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей, который может быть это патент, если ваша деятельность попадает под патент, под право использования патента, ну а при обязательном условии, что у вас не может быть более 15 сотрудников всего. И третье, это также индивидуальные предприниматели могут использовать право на применение налога на профессиональный доход, или как их еще называют самозанятые. Тоже два основных условия, основных условия, это ваш вид деятельности должен соответствовать для использования данной системы налогообложения, и у вас не может быть никаких наемных работников. Есть еще один вид налогообложения, называется единый сельскохозяйственный налог, но у нас пока нет ни одного налогоплательщика, который его применяет, но если такое случится, мы будем только рады. Вот это основные те изменения, которые, наверное, будут наиболее важны на сегодняшний день для наших налогоплательщиков, о чем я хотел вам сказать. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. А каким образом будет осуществляться уплата имущественных налогов в 2020 году? В 2020 году мы с вами платим налоги за 2019 год, как физические лица. Это имущественные налоги, налог на землю, налог на транспорт и НДФЛ. НДФЛ уплачивается в том случае, если налоговый агент по какой-либо причине не произвел с вас положенное удержание и не перечислил их в бюджет Российской Федерации. Соответственно, срок уплаты по имущественным налогам в этом году установлен 1 декабря. Для удобства налогоплательщиков на сайте налоговой службы, в личном кабинете, вы можете совершить единый налоговый платеж. Каким образом она осуществляется? Вы платите единую сумму, а мы уже в налоговой инспекции разносим эту сумму по тем видам налогов, по которым у вас будет обязанность к уплате. Я хочу попросить всех налогоплательщиков, как и в прошлом году, тоже я об этом говорил, просьба всех открывать личный кабинет для удобства общения с налоговым органом. Дело в том, что на сегодняшний день у нас в связи с ограничениями, связанными с противоэпидемиологическими мероприятиями, прием осуществляется либо по предварительной записи, также есть и живая очередь, но ограничено количество посетителей в зале. Работают все сотрудники, работают все окна, но просто мы не можем сразу большое количество людей в зал запустить. Я прошу отнестись к этому с пониманием. Огромное количество людей уже подключили личный кабинет, и именно через него вы можете осуществить единый налоговый платеж. Там более 50 сервисов разработано для удобства налогоплательщиков, которые можно применять. Ничего сложного в этом нет. Для того, чтобы подключить личный кабинет, нужно обратиться лично либо в налоговую инспекцию, либо в МФЦ. Вот, собственно говоря, наверное, все. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. Как известно, железная дорога – зона повышенной опасности. И если взрослые люди осознают это в полной мере, то дети не всегда соблюдают правила проезда на железнодорожном транспорте. На станции Расторгуева была проведена профилактическая акция, целью которой стало снижение детского травматизма на железной дороге. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Правоохранительными органами при поддержке администрации Ленинского городского округа и казачьей дружины было проведено профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности на объектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних. Основные нарушения – это проход железнодорожных путей в неустановленном месте, что ведет к травматизму, травмированию гибели детей, так как железная дорога – это объект повышенной опасности и травмы, полученные на данном объекте, очень тяжелые либо смертельные. Главной задачей было напомнить юным пассажирам о правилах поведения на объектах железной дороги. Для этого им раздавались агитационные буклеты. Благодаря беседам, проведенным родителями, дети оказались хорошо осведомлены о том, как надо себя вести на станциях. Я, когда перехожу дорогу, я все время выключаю телефоны и наушники вытаскиваю из уш и смотрю по сторонам. Можно упасть на железную дорогу. Да, нельзя подходить в желтую. Можно на ней стоять, но за ней ее нельзя заступать. Это предел. Специально поставили. Перед тем, как вы подходите к железной дороге, что нужно сделать? Надо осмотреться поезд. А осмотреться самое главное? Подобные профилактические мероприятия необходимы, ведь несчастные случаи на железной дороге, к сожалению, происходят. Не далее, как в этом году, трагедия разыгралась и на станции Расторгуева. Дети пострадали, непосредственно переходили пути в неположенном месте, в связи с чем поезд, так сказать, своей волной зацепил. И вот один ребенок пострадал, второй ребенок, к сожалению, погиб. Также отдельно стоит сказать, что правоохранительные органы ведут борьбу с зацеперами. Чаще всего это подростки, катающиеся на крышах электричек, кабинах машиниста или между вагонами. За такое хулиганство им грозят административные санкции. Наказание, штраф, либо административное задержание на срок до нескольких суток. Но, как правило, это штраф. Такие акции на железной дороге будут продолжены и в будущем. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.